Погнали. Russia Central. Нормальный хост. Типа оптимальный где-то в Сибири хост для корейцев и для центральной России. Фогин 123 Беляк зашел к нам в чате. Привет. Гарна 4 поддержал наш канал на 100 рублей и сообщает. Чёска, где возможность поддержать в приложении для андроид? Нет, там высокая комиссия, поэтому нет такой возможности. Но поздравляю тебя как пользователя андроида. Надеюсь, ты обновил приложение, потому что оно снова появилось в плей-маркете гугловском. И там Беляки появились, и что-то ещё там на парочке изменений, насколько я помню. Dice останавливает матч. Приостанавливает. Какие-то подлаги. Ах, I'm so sorry. Бодайхов 200 пинг. Майкер, а ты обещаешь нам фашечку железную или как в прошлый раз? Но я не знаю, сколько займёт эта серия, понимаешь? Сейчас я скажу железно. А выяснится, что они ещё там час будут играть. Если мы уложимся в полчаса, а я думал, у Лайтова это вполне по силам, то да. А, Пикар, Пикар же точно. Кирк был в прошлом поколении Стартрека, да? Пикар. Такие прям, ух. Шикарный сериал. Хоть и очень старый. Окей, now. Отлично. Поехали. Dice. Левый нижний угол, жёлтые трусы. Лалает. Правый верхний угол, красные штаны. Измором возьмём. Лалай, это сегодня целый день были игры. Он говорит, на VGL. Кореец измотан, уставший, с плохим пингом. Понимаете? Казалось бы. Фогин говорит, выпил вина, покурил кальян с друзьями, вернулся домой. Подумал, только майкер может сделать вечер ещё лучше. Спасибо, Фогин. Странно. И тебя, видишь, сразу. Gravdi дарит подарок. Это подписка на канал на месяц премиум. Пользуйся смайликами. Ощущай себя не беликом, а... И даже не синевиком. Ну, хотя нет, беликом. Пока беликом. Завтра ты будешь зелёным. Нужно просто время после вина, чтобы вернуться, прийти в себя. И сразу мы видим разницу по стратегиям. Лавлиет с Муном, особенно на этой карте, очень много наиграли, и контактных игр в том числе. Ну, потому что здесь сложновато неконтактно играть. И у Дайса классический Дима, а у Лавлиета Патма. Патма, как вы понимаете, она лучше в массе. Она ограничена немножко по... по набору юнитов. О, хороший диспл от Дайса. Сразу... О, слушайте, от Дайса сейчас... Чуть-чуть впереди, по темпу будет. Правда, новый Лайтнинг Шилд скастовали. Ну, Дайс. Лайтнинг Шилдом не добил, молодец. Книжку прочитал, красава. Барак очень опасный. Такой на грани, можно сказать. Ну, по времени как-то не очень много выиграл всё равно. Хантерс Холл и Хантерский, соответственно, два барака. Застройка фривольная. А вот Дайсу нужно застройкой аккуратнее быть. Пораньше третий... третий Мунвелл делать. А-а-а-а! Безмятежный, то бишь, да? Серьёзно? Фаст-грейт. Фаст-грейт. Ну, сейчас-то хотя бы Мунвелл надо делать. Ёшки-матрёшки. Какой ты безмятежный. Ой! Ну, здравствуйте, пожалуйста. Сейчас нам покажут, как надо. И пошёл Лолита Барак, да. Капец, Дайс, ну ты же... Минус Барак, кстати. А тут не было отмены, что ли? 135? Нет. Была отмена. Ну, Мунвеллы строит! Слышишь? Мунвеллы строит! Не беси меня! В кривом месте строит Мунвелл. Так и не достроит, ведь Мунвелл. Димки, персоналку надо брать. Долго бегать будет. Правильно сообразил, не сразу не сообразил. Мунвеллы строит! На руках 400 голды, алло! Капец. Что ж ты делаешь-то, псих? Ну и куда тебе эти деньги? Ты с одного барака-то больше не потратишь. Ну все, начинает его кореец прокатывать с ветерком. Ну и что сейчас будешь делать? С одним бараком сорчаем из Т-2 зато. Ты офигел, что ли, такие Мунвеллы ставить? Смело, но безрассудно. Контроль на грани. Сам своим хантерс холлом под... Ой, Миша, Миша, терпи, 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 терпи. Сам виноват. Арчу, прячь, прячь. У него нет просветки, ты знаешь. Ну, по крайней мере, бы 50 потратил бы голды на просвет. Интересно, как... А, там есть проход для Арчей. Ладно, второй герой нас может спасти. Давайте, что-нибудь полезное. Что-нибудь полезное, что? Ну, самое тупое, там, Нага. Ну, вот такой примитивный, но сработает все равно. И, наверное... Ну, а что еще? Дальность молодец, сделает. Вис пошел за нейтральным героем. Грамотно поставил хантерс холл, в конце концов. Блин, Нага, что еще? Фаерлорд, Тинкер. Бисмастер даже со свиньями. Ну, что-нибудь надо взять. Блин, тебя убивать сейчас будет уже, Нага. Начинается. Точнее, продолжается. Обижание дайса, так скажем. Вот сейчас хантерски могут ворваться. Отлично заблочил. Просветка сейчас пролетит. Но самое слабое звено, это Патма. Если бы мы светанули... Я не знаю, почему мы Патму не убивали. Вот почему мы Патму не светанули и Патму не убили? Кто вот мне расскажет? Кто подскажет? Город в осаде. Это же настолько элементарщина сейчас была только что. Патма хайдится. Подходит Нага. Димка там прям в кучу. Кажется, просто лалает, играется с дайсом. Просто играется. Сейчас. Отступление, чтобы Патму подлечить. Возврат со свитком лечения. И фаталити будет. Протектор не прикроет все, что нужно. Лалайт, заметьте, он не убежал вообще. Он все это время был на базе у дайса. Все это время. Только немножко сейчас подтормаживает. Непонятно, зачем крипит этих кобальдов. Потому что опыт в данный момент не критичен, а время идет. Уже сейчас можно брать свиток лечения. И чем дольше он тянет, тем больше у дайса шансов на возврат в игру. То есть первые дриадки там пойдут. Там же нет катапульт. Есть катапульт. Я понял. Причем будет выход в 60. И нага главный не очень полезна. Вот почему я подумал о панде, о каком-то бесте. Хотя у беста тоже проблемы с фейерлордом, что он диспелится. Что нага не очень хорошо смотрится на хороших лимитах. То есть когда вот уже 50, 50 плюс лимита, нага она такая уже. Что делать? В кого кидать форкет? Как выбрать из этих 12 юнитов трех особо опасных? Блин, ну армия вообще меня не внушает доверие. Протектор молодец. Пока дойдет. Ну реагируй. Реагируй, Зибита. Минус Мунвелл. 48 на 35. What? Катапульта. Ну все, это конечное. Такие здоровые хантрыски. Лалай недоконтроливает тоже немножко, видите. Дирижаблю хотел спасти, но не спас. Протекторы внизу провоцируют. Ну нельзя здесь лалай, там ему надо вниз сдвигаться. Не знаю, зачем он здесь сражается. А он чувствует, кажется, что у него все равно такое преимущество, что он может себе позволить. Сейчас допозволяет, скажись. Спасает. Раз. Дропает в стиле Муна. Минус арча, минус арча, ггшечка. Не, ну это, конечно, очень безмятежная игра. Тоже отдайся. Очень безмятежная. При том, что лалай довольно активный Аркадий. Так, морская ведьма второго уровня. Оказывается, это морская ведьма. Видимо, Нага это слишком неполиткорректно. Ге-ге. Да, точно у нас будет ФФА. Видите, проблем с хостом нет, так что все идет по плану. Ох, ЕСП, ЕСП. Привет. Забиста через мишку. Он не такой полезный против Масхантресс, медведь. Смысл свиней как раз в том, что пирсинговый урон, быстрая скорость атаки и... Вот. Возможно, лалай поэтому и отступил так решительно. Ну, не стал там рано слишком возвращаться под мой. Там подкрепился, закупился. Ну, потому что знал, что Нага не растет. Так хорошо, как панда. Была бы вместо, например, второй Наги и вторая панда, ситуация могла быть другой. Что сразу там и винные пары, ты должен виспов тратить, массовое дыхание. И можно было отковыряться. Но Дайс, конечно, вообще безмятежный. Арчи не доконтраливает, просветку не делает. Мунвелла не строит. Понимаете, во время первой ночи, особенно если противник играет агрессивно, жизненно важно, особенно если ты сделал грейд до третьего Мунвелла, как можно быстрее поставить третий, четвертый Мунвелл. Почему? Потому что первая ночь идет у тебя. У тебя грядет огромное количество стычек. Ну, потому что человек играет через Масхантрес. Он у тебя отставать не будет. И тебе нужно как можно раньше поставить Мунвелла, чтобы была постоянная регенерация маны. Чем раньше ты их построишь, тем больше у тебя будет здоровья. А у него на руках 300-400 голды. И он настолько... Настолько безответственно относился к строительству Мунвелла. Фу. Фу. Ну вот, что... Ну, на этой карте, несмотря на победу на прошлый спотмо, я думаю, Лолайт возьмет Демонхантера. Она не очень приятная для игры в Масхантрес, потому что есть лагерь наемников, троллей. Даже с одного барака можно закупить неплохую армию и отбиваться от All-In. Да. Что там еще было интересного в прошлой катке? А, ну он от Патмы мог раньше избавиться. Я Арчи недоконтроливал. Но это я уже сказал. Это я сказал. Да. Хорошо, что он выбрался в самом начале. Демонхантером отменил, по крайней мере, второй барак. Мне несколько сместило тайминг. Вот. Но потом... Потом, конечно, растерялся вот этого давления постоянного корейского. Да, там Демонхантер же. Да, Демонхантер у Лоллета. Пошла синхронная разведка. После алтаря, кажется. Ну, или после Мунвелла, или после алтаря. Они все равно одновременно достраиваются. Лавлиет даже немножечко позже крепится. И хуже крепится. Что получил удар еще от Огра. Ну, мелочи, конечно. А, и напомню еще, что у Лоллета 120 пинг на 40-50 у Дайса. Хотя это не настолько критично, конечно. И что еще? И 4 часа утра. Ну, у корейцев, на самом деле, практика очень хорошая. Игры по ночам. Ребята, выносливые. У фокуса так вообще. Я думаю, если его в 2 часа ночи разбуди. То через полчасика он тебя, Зоток, может затащить. По привычке. Уже разный крипрут, обратите внимание. Дайс пытается выбить зарядный артефакт. А Лавлиет идет сразу чистить Огра с предметом основательным. Ну, типа серклетка, перчатки, когти. Попадает ему серклеточка вне с благородства. Ери Гами поддержал ваш канал. Ери Гейм, привет! Привет! Хорошего вечера! Спасибо большое! У нас игры на сегодня в Warcraft 3 Champions, по крайней мере, заканчиваются. Постепенно. Это последний матч, насколько я понимаю, на сегодня. По крайней мере, в соло. Вот, так что мы успеем катнуть фуфашечку. А если я солью на старте, то даже и две. Ей! Хорошо блочит. Лавлиет, конечно, не оставил. Ну, сам виноват, Дайс. Он мог увидеть Арчей чуть раньше, чем они его увидели. То есть, как бы, они же одновременно замечают в такой ситуации друг дружку. А сначала начали бить Веспа. Потом он решил отступить. Куда он начал отступать, там уже Арча. В общем, тоже вопрос реакции. Проверяют друг у дружки. А вот Крепрут у Ла-Ла это мне больше нравится. Смотрите, Дайс не использует свой барак. Барак. Для того, чтобы лагерь наемников закрипит с меньшими потерями. Он идет, типа, ловить на Креппинге Ла-Ла это. Но к этому Креппингу он особо не успевает. Тут какая-то у нас проблема будет, кажется. Хотя, может, чуть-чуть и успеет. Давай! Ну! Ну, внимательно! Какая-то... Ну, следи за картой! Ёпар СТ! Ну, Бёрн... А-а-а-а-а! Ну, Берчум! Молодец, второй можно убить. Шаг! Удар! Шаг! А-а-а! Ой, Ла-Лайт не до контроля. Ну, Бёрн, ты делай! Какой ты медленный! Ё-моё! Ты бежишь, блин, ловить человека на Креппинге. И не следи за своим героем. Алло! О, Зиг Ваульд. Сиг Фолд. Задарил прямочка опасности. Бурии 13 и Даймондс Фо Ю. Там уже... На карте всё мелькает. Красным просто там... Герой жирный там, и ты уже барак видишь. И всё. В результате Ла-Лайт реагирует, делает первым... Первым Монобёрн. Армию игрока атакуют. Лавли это хорошие варды на развитке по центру. Но Дайс выхватывает уже первый артефакт. Очень хороший. Ну как? Только мискликнул сначала. Ай, сейчас выходить полчаса будет отсюда. Ой, ай! У-у-у! 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 Опасно. Бёрн. Нага страдает. Арчи получает. Очень плохая позиция для сражения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Минус две арчи, может быть. Минус одна. Вторая убежит, кажется. Ну не мешай ты... Лучше бы ты не контролил, блин, в этой ситуации. Просто... А-а-а-а-ах. Минус две арчи, как я и накаркал, блин. Да там он начал что-то нагу свою трогать за хвост. Она метнулась. Даже если бы она просто уходила вместо Арчи в одном направлении, ничего... А так он взял и подборщил свою Арчу. Арча уже бежала к Мунвеллу полному... Да, может быть, волнуется. Может быть, ручки трясутся. Против Ла Лайта-то, да, должны трястись. Лайта выходит в Т3. Лорница — это стандартная тема на этой карте. Что по таймингу у нас? Тетрышному. Раньше у нас Т3. Но... Ай, Лорница раньше. Что? А, мы сэкономили на троллях. Вот в чем. Вот в чем. Смысль. Думаю, где? Вроде как все одинаково, но нет. Барак лучше не терять. Сделаем ретаргет. Он нам еще пригодится. Молодец. В последнюю секунду за удар до смерти снимает агрессию с бараком. Димка у нас хорошо затарен, между прочим. Смотрите. Плюс 6 брони. Большая бутылка жизней. Прописали, Берн. Красиво. Хорошо контролирует вражескую базу. Встреча по центру. Дрятка тактическая. Дрятка чисто для оболиши. Грамотная дрятка. Стандартная, дефолтная, лоровская дрятка. О, еще блочит. О, о, о. А ты не... Ну, не расслабляйся, ну. О, минус репорт. Отлично. О, хорошо. Это же дайс? Дайс. Да-да, это дайс. Минус барак. Добил гнолей. Хорош. Все, разыгрался, кажись. И сразу на красную. Молодец. Такими, правда, силами слабыми. Окружает. О, дриаду не трожь. Ретаргет делает. Ой, ну как мне нравится все-таки вот эта тема с быстрым криппингом красный. И медведь как надо просто подошел вовремя. Дайте артефакт за это мне. Что называется? Дорога такое. Дорога такое. Доедает красную. Убил тролля, можно риджуф кидать. У него, кстати, риджуф о большем сняли, кажись. А, нет, он на нагу по вторую повесил. Одну на дриаду, вторую на нагу. На нагу. Арчу сам убил. Это нормально, чтобы поместился медведь под лимит. Что, по грейдам? Прекратили делать. Зря прекратили. Армор нужно делать дальше. Ты же атаку сделал, ничего не сделал. А там что у нас? Там что, по нулям тоже? Нет, там уже один грейд на атаку есть. Но надо, да, про грейды вспоминать. Он вспоминает, молодец. Так, ну что. Дирижабли. Навязываем агрессию, как надо на этой карте делать. Все равно удачи сейчас по таймингу все получше. Так, немножечко, но получше. Он поближе по уровню героев. У него побольше лимита. Мне нравится. Берем дирижабль и окажемся у противника быстрее, чем он окажется у нас с такими же планами. Давай, дирижабль. Ну, серьезно. Ну, виспан не просто так здесь висит. Видимо, приоритеты правильно расставлены. Типа сначала арба, а потом дирижабль. Пока не хватает денег и на все про все. Почему бы не доесть людей на магазине? Забыл он, что поспешно оставлял этот магазин без внимания. Сейчас бежит довольно агрессивно вперед. Ну что, может, сможем расконтролить? Анкри инкарнация оставляет! Ой, ну нага идет поднимать. Форкет хороший. Риджувы. 50 лимит на 50. Диспл хороший от Лалайта. Ну, мы на отступление неплохой урон наносим. Берн. У нас с маной есть проблемы. Медведи битые. А светоключения мы по пути не взяли. У Лалайта тоже битые медведи. Сейчас бы дирижабль пригодился. Вражеский Дима вынужден стафаться. О, хорошо. Берн. Ай-яй-яй. Там у него бутылка есть. Да, если взял дирижабль, хорошо. Он может задавить. Спасай красных медведей. И спас. Нагу трогают. Нага левел ап. Выигрываем, кажется. Нагу, 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 нагу. Молодец. Давай вражескую нагу. Ой, молодец. Анк. Правда, там? Ну ничего. Ой, хорошо. Хорошо, хорошо. Сейчас хорошо. Дима еле живой. Там Риджув. А где наш Дима? А где наш Дима? А где наш Дима? А вон наш Дима. Sorry. Все, дожимаем. Приходит лалайтовский медведь. Умирает. Дайс показал, что стандартно. Он умеет играть хорошо. Медведи, спасай. Ой, молодец. Ой, молодец. Не надо его так. Не надо, не надо, не надо. Не надо. Просто двумя героями дожимаем и все. Нага, демон. Дайс показывает микро. Отдает одного медведя. Второго. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Там Риджув уже. Блин, ну. Ладно, у нас тоже подкрепление в виде медведя подходит потихонечку. Блин, он ковыряться еще может. Ну, правда, у него нага не восстанавливается. Наша нага вынуждена будет сейчас телепорт. Да ладно, отбиться может. А, сейчас придется телепорт жать. А, нет-нет-нет-нет-нет. Да, подрезал медведя. Но домой возвращаемся. 42 на 24. У нас часть медведя засейвлена, да, была? Да, все нормально. Просто не задерживаемся. Быстренько, быстренько. Выпивай. Выпивай, выпивай. Мунвел, алло. Молодец. Все, побежал, побежал. Все, отбиваем его. 30 лимит на 42. Героя получше. Нага не успеет выйти в том момент, когда мы к нему придем. Отлично. 1-1. 1-1. Нормально. Даже не нормально, а хорошо. Что, что, что ты бегаешь? Что ты бегаешь? Что это за были за эти, за хитрые маневры? 47, 34. Все. Погнали. Пока нага не вышла, можем, можем ломать его. Рык сделай. Ну, рычи, рычи, 25%. Ну, рыкни, ну. Поркет хороший. Медведи прям заходят у нас на базу. Сражаемся без рыка. Поркет. У нас все равно здесь больше. Медведь, один, второй, третий. У нас тоже, по-моему, умер один. Еще один умрет. Блин. И ла-лайд отковыривается опять. 50 лимит на 33, но нага уже выходит. Черт. Ставка Д. Ну, как же ты блочишь так своих-то? Ё-моё. Еще один момент. О, нет! Да ты серьезно? Ну, там нага третий, у нас почти пятый. Мы все равно в диком плюсе. Как бы сейчас не тельтанул. Все равно преимущество очень хорошее, но как бы сейчас не тельтанул. 43-37. Армию игрока атакуют. Может вытащить уже корейца. Из такой ситуации может вытащить. Плюс 10 лимита у него. Димку еще метят в шестой. Так же, как у дайса. То есть у нас нет в этом плане преимущества. Нагу стафанул чисто, чтобы ману восстановить. Отвел бы Диму, нага пятая была бы сейчас. На крепинге Димка пятый был. Я понимаю, что он, скорее всего, темп не хотел снижать, потому что урона слишком мало. Внимательнее. Опять противник быстрее реагирует с моноберном первичным. Ну, мы кинули ответку все равно, но это просто сигнал не очень хороший, что... 40 лимита на 50. Хороший Берн, молодец. Нагу нейтрализовал. Реджув. Форма, рык. Реджув. Диспл. Реджув. Диспл. Блин! Сейчас Диму могут... Да, у нас став есть. Прежде чем сейчас Димку ставить. Че он передал? Два одинаковых стаффа. Кажется, мы передали врагу бутылку. Ой, хороший форкет. Ой, хорошо. Не, развалился все-таки лавлайт. Даже из такой ситуации могли быть у нас проблемы. Сейчас надо еще один форкет сделать пока. О, хорош! Третий форкет. Столько урона наносит. Приятно. Там 210, кажется, да, на третьем уровне? Минус Дима. Ну все, можно выходить. Циклон, ультой! Да, унижай его, унижай этого корейца. ГГ ничего он не умеет. Не, на самом деле умеет, безусловно. И сейчас... Но видите, я недооценил Дайса. Особенно после первой игры. Я подумал, что здесь изи 2-0. Но, может быть, Дайс просто привык играть стандарт. И не знает, что делать. Не часто играет с Патмой. Понимаете? Возможно, в этом была проблема. Что он так лихо отдал первую катку. Ух! Ну, Фуфашечка сейчас уже под сомнениями. Потому что мы уже приближаемся к рубежу. К рубежу меньше одного часа. По Москве сейчас 22.55. У вас уже 57, учитывая задержку. А что он говорит, соплайблок Лолета зарешает. Это точно. Инвул у нас там тиснули, оказывается. Мы передавали Инвул, но его Лавлет взял. Гроулер поддержал ваш канал на самом деле и сообщает. Саточка для настроения. Эх. Что может быть лучше зеркального матча ушастых с одинаковыми героями? Не люблю эльфов. И кошек. Эльфов и кошек. Эх, Гроулер. Все мы не без недостатков. Видишь? Один-один. И решающе. Но если Дайсу, конечно, удаст Лолета забрить, это, конечно, будет... Будет серьезный килл. Очень серьезный килл. Но на этой карте, мне кажется, будет Патма со стороны Лолета. Из-за фонтанов. Это такой хороший аргумент в пользу Котовода. Ну и плюс лагеря наемников нет. Так что я бы поставил на Патму у Лолета и на Димку у Дайса. Вообще, если бы он на шаг, то можно было кипера брать против Патмы сразу. Патма у Дайса и Патма у Лолета. Котоводы! 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 Ну, посмотрим. Плюс Котов в том, что это всегда контакт. Это всегда агрессия, мобильность, маневренность. Взаимные такие разводы, атаки. Котаки. Котаки. Дай с мишками дрядами дыханагой как-то раз с Хэппи убил одна база на одну базу. А-а-а! Нифига по себе. Не, ну, как бы, если 21 год убиваешь таким макаром, то, безусловно, потенциал есть. Кольцо защиты ловли эту выпадает, это минус. Но такой же артефакт, к сожалению, нашему и выпадает и Дайсу. Остаются коты при своих. Блин, ну надо в ладер, наверное, покатать. Я вчера три катки нечестные сыграл. А почему подмайсли фонтаны? У тебя халявное лечение есть просто. Одна из проблем котов в том, что они постоянно размениваются, им не хватает здоровья. Одними мунвеллами ты сыт не будешь. Поэтому такой экономичный вариант это Арчи Демон Хантер, как люди, которым меньше всего нужно. Ну, которые эффективнее всего танкуют. А если у тебя будет халявное лечение для большого количества котов, а как раз агрессия и размены первые идут в первую ночь, то есть ты можешь даже не чистить фонтаны, просто за счет хайда там ошиваться и лечиться на халяву. То есть то же самое, что было в 2000-х на Lost Temple. Почему играли на ЛТ через котов? Ну, там, правда, еще добавлялся аргумент, что эта карта огромная для дуэльной карты. И в котов еще можно в разводы, в экспанды поиграть. Плюс маневренность хорошая. Вот, но в целом играли главным образом и за фонтаном. Детком говорит, почему ты сидишь в толстовке в Астане ГГ? Да я не из это самое, не из... То так, то так. У меня одежды мало, понимаете? Что есть там ношу? А почему ты на меня, соколу, жалуешься? Детком. Это вот вопрос, который остался без ответа. Ха, мира белая грива. Еще одно подтверждение, что главный у Потмы является кот. Армию игрока атакуют. Двухбарачный лавлет. Двухбарачный дайс. Третья Патма. Здесь тоже сейчас будет третья Патма. Так ладно, хорошо, а что дальше-то? Дальше закрепить дирижабли взять. Вот оно, лечения потихонечку идут. Хотя они не разменивались, но уже фонтаны используют потихонечку. Почему ты говоришь, что дайс молодой, хэппи, в 14-15 за маус играл стопами? Так там сцена была, приток игроков молодых был большой. А дайс, в сравнении с текущими, он очень молодой. И Дедмонд тоже молодой был, так что. Ну там... Большинство были игроков недалеко за 20, мягко говоря. И очень много щеглов. Т2. Все-таки Т2. Это интересный поворот от дайса. Что он на Т2 хочет сделать? Ну, во-первых, чакрумы есть, конечно. И можно хантрессы сделать более эффективными. Но доживем мы до этого или не доживем. Потому что ловлиет Томасец с Т1. Делает грейд на атаку еще. Тут все не так просто. GNG 3! Щегол Беляк, добро пожаловать! Друзья, тем, кто недавно присоединился, сегодня у нас матч этого турнира подходит к концу. Завтра и послезавтра я постараюсь выбраться и покомментить. Потому что участников очень много хороших. И топовые китайцы, и топовые наши, и топовые корейцы. Вот. Поэтому завтра у нас в 16.30 стартанет. Мои сообщения по дефолту игнорируются обидно. В смысле? Ну что, нет, ну что, я же не все могу читать. Мне же еще за... Челлендж топ-50 ладер принимается? Нет, пока не принимается. Пока не принимается. Нет, принимается. Давай. Готов. Топ-50. Что там? 100 человек всего участвует. Топ-50. Я, может, и справлюсь. Топ-50. Пытается. Да, здесь хорошо окружает вражескую хантреску. Это один из немногих способов убить вообще какого-то юнита. Ой, опасно, опасно. Сейчас отступает. Кота спасает, потому что уже утро. Тролли проснутся вот-вот. Так, и на Т2 у нас реально будет возможность... Ага, и Лавлет тоже делает Т2, но делает их ради... Ради катапульты-баллисты. Но баллисту выкупает дайс. Ууууу. Ну что ты делаешь? Не выпендривайся, ну. Отвлекает как может. Пытается забежать и сейчас хотя бы одну кату взять. Хорошо блочит котом. Ой, молодец. Все, эту баллисту мы забрали. Может на мейн забежать? Нет, нет, слишком опасно. Под Мунвейл и так не хочется. Так, и что же дальше делать? У него катапульты. У нас что? Масарчи? Два древа ветров в Масферике. Вариантов масса. Все-таки решает забегать. Да ладно! Ой-ой-ой-ой-ой. Хотя, может быть, это и правильно все-таки. А, там уже есть кота. Ой, это дирижабль. Раньше надо было это решение принимать. Ребята, раньше. Спаси кота. Спаси, Арчу. А, то есть он... Да, ну сейчас надо кота спасать. Ой, молодец. Он выбирал, кто ценнее, Арча или кот. И опять выбор пал в пользу кота. Ну, три лимита дороже стоит. Да, Арчи с дальностью против Баллист. Но все равно это не панацея. Ох, опасно. Да, если он немножко как-то надо сейчас отхиляться. Две катапульты полетели. Пытается, да, как-то выиграть время. Своими катами. Такие они у него больные вообще. Срочно не фанду звать надо. Ворчание дальности, что ли? Почему такие проблемы мы испытываем? Сейчас могут задавить. Ласти Анджелес, говорит. А что за тема с беляками новой давно не была? Тут такое, теперь сегодня какая-то нужно заслужить. Не, беляк просто индикатор нового аккаунта. То есть 24 часа, ты белый. Это для того, чтобы мы видели, что пришел щегол. Ну и что надо его поприветствовать. Потому что на гудгейме ребят суровые. Блин, барак нам убивает. Что-то мы здесь не справимся, кажется. Вообще не вижу, как здесь можно справиться. Да, побегаем сейчас под катапультами еще. Нет, это ггшечка, к сожалению. Ну и катапульты дальше не дадут тебе нормально сидеть на базе. Потому что не дадут. Ну, врыв надо было делать, видимо, до появления у противника катапульты. Тогда мы могли бы убить у него на халяву еще две баллисты. Пошел алхимик со ситкой. Странно, что со ситкой. Уже некому урон наносить. По отменам телепортироваться уже сейчас. А, 47 лимит на 35. Нет, все-таки не хватает опыта. Не на стандарте дайсу. Да, старается отчаянно отбиться. Но уже минус два мунвела. Катапульты все еще живы. Телепорта нет. Ну что, зато успеем фуфачечку катнуть, по крайней мере, одну. Ой, дирижабль никакой. Дирижабль падает, когда пульты не маневренные, очень медленные. Гг пишет, дайс. Да, но он мог. На самом деле он мог.